во времени суток зрителям с членом гостем нашего канала с вами росси вы на канале роля гейм онлайн и мы продолжаем играть в игру под названием imperial glory привет спасибо за комментарии спасибо за подписку на канал обязательно все читаю стараюсь отвечать не забудьте поставить лайк или дизлайк спасибо за вашу активность по поводу последние темы пушки то что при автобое если врага из пушки то потеряем больше чем если пушек нет хотя сражение легкая принципе тоже на это пришел внимание но почему-то эта мысль как бы я не озвучивал поэтому соглашусь соглашусь не знаю работает ли это в обратную сторону если у нас есть пушка врагов нету автобой будет ли у них больше потери но обычно не при таких боях просто убегают так значит просто есть видео мы затупили с пьемонтом случайно его так сказать освободили значит пытаемся все мы аннексировать париж уже на 65 процентов уже очень мало войск у нас здесь осталось скорее всего я кстати думал может быть от парижа просто отступить как бы отдать им пусть париж будет и в принципе он не будет нам никакие мы не можем переместить эту армию во время этого ухода ваше величество нас ждать прибытия подкрепления хорошо она в принципе бы лишь можем оставить францию пускай и будут себе в столице сидеть они уже угрозы не представляют какие та же самая пруссия который мы аннексировали то есть страны империи которые остались уже только в столице они не представляют угрозы особенно если не изолированы как вот франция к примеру или пруссия посмотрим и сейчас просто их освободим ну мы видим войска оттуда потому что я не я не успею подкинуть на подкрепление просто банально не успею для того чтобы там закрепиться ну попробовать можно конечно на следующий ход заканчивается ну ладно заканчивается так заканчивается вас тут как-то объединить можно давать еще тогда вот так вот усилим но нельзя так сделать к сожалению нельзя мы сможем зато вот так потом объединить сколько здесь 70 процентов но сейчас в любом случае будет восстание в любом случае на да это стоило ожидать хотя это легкое сражение нет не хочу командовать лично но они победили к сожалению франция отбилась я потерял полковника точнее генерала очень жаль надо было его отводить ну поздно пить боржоми конечно за эту наглость бы стоило францию наказать но пока пока нечем пока нечем я думаю более более лучше будет просто заключить с ними сейчас союз точнее перемирие для того чтобы они немножко от нас отцепились до 4 менее пристанавливаем франции безопасности понятно действие спим он истек хорошо так давайте с францией мир чтобы забрать франция 500 копеек вам даю ну конечно не согласны прованс наш давайте наверно гору гавань местные госпитали военную гавань здание налоговой будем поднимать прованс колен также мы сделаем наверное их папской области это тоже нихрена нет абсолютно нихрена что в принципе стоило ожидать вот так у вас сейчас тут соберу так ну что то да в принципе надо будет грузиться на корабли но мы все равно все равно мы сейчас соберем контингент кстати это наш вот заряженный по последнему слову техники потом туда перекинем что тут у нас по отрядам ждем ждем пока рекрутируются наши франция пока на нее забьем следующие у нас по ходу действия это австрия нужно будет сейчас подготовиться в принципе до 2 территории у австрии осталось и столица останется столицу оставим трогать не будем пускай сидят сейчас под францию тоже подгоним войска более-менее обвиняемые для того чтобы нужный момент просто лупануть ее и все срок действия по борьбе с испании истек военная академия построена сейчас у нас уже улучшенное образование будет исследовано соответственно будет быстрее новое исследование проводить британия какие-то непонятное движение делает как обычно принципе пимон 51 с нами консульство построено в пимонт хорошо улучшено образование исследованием улучшать скорость исследования на 100 процентов требуется специальные школы хорошо увеличивает прибыль на 50 процентов требуется здание налоговой полиции реформ налогообложения верхового командования элитную военную академию вот мы сможем генералов нам надо центральный банк изучить ну а что делать раз требуется значит изучим другого варианта нет развития событий так 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 что там наша значит ты гражданин выходи и пока вообще бы сюда зайти но ты не зайдешь ждем пока сейчас отряда рекрутируется заберешь их и принесешься обратно в преливанс так ну а ты генерал уваров чего ты не хочешь нормально же общались что-то но пожалуйста ну садись а вот на этот тоже не хочешь вредный вредный генерал ладно будь там что у нас тут кстати ты пригодишься нам для штурма австрии я так думаю нападете с балкан на венецию хотя смысл у нас вот из войска есть так на вас можно сюда тоже будет битых перебитых кинуть тут у нас тоже один генерал среди да там у нас есть генерал давайте его тогда выведем пошлем туда в сторону столицы ожидаем пока я все думаю как бы нам лучше или может у британии купить эти территории которые в египте расположены хотя бы можем изобрать силой напротив всего мира силой не повоюешь пришел конфликт государства баталия объявила военную государство россии баталия раз мне вы чего ребят нормально же общались это кто кто это это то то вы до войну значит хотите хорошо собственно я не против сейчас я только подумаю как переплыть дать вам пиздюлей что тут у вас лопушки не на пушки во середине но вы так не но серьезно ребята как раз вот ваша мощь сможет противостоять мне что может нам британия даст права прохода британия на 8 ходов за сколько за 41000 то пошли нахер быстрее будет на кораблик построить и вольнуть им три дюлей так отряды корабли фрегат на всякий случай чтобы он мог дать отбой отпор отбой так так готовимся как ты можешь сесть на корабль уже в чем проблема а ну забери уланов вот так блин одного этого нельзя перекинуть это кошмар что тут меня что-то строится отряды какие-то есть ничего тут не могу нанять на вот и кто подожди что-то у себя стоишь я хочу сказать что ты делаешь на моей территории братан так все хорошо там ждет пока погрузится что здесь ждем пока ждем кстати ребятка не смотрела результаты опроса надеюсь вы все проголосовали те кто хотел по крайней мере посмотреть все таки за кожу не играть обязательно кстати сниму видео по установке мода как это вообще делается потому что многие задавали этот вопрос и вконтакте и батарея нам предлагает 87000 золота блять у меня столько не влезет ну ладно в никуда ушло 60000 надо я извиняюсь надо было просто сначала тогда отменить потратить эти деньги а потом уже что-то делать так давайте стоит здание смотрите у меня норвегия вообще не развинутая было вообще никак кошмар как вот швеция здание налоговой у ее у ее сколько тут всего можно строить батюшки давайте будем все поднимать будем первая аэроконсульство алипнеха какая-то в финляндии кошмар тоже разруха ломбардия торгового учреждения обязательно пьемонт папская область конечно же конечно конечно республика ботавия кошмар ботавия специальная школа здание налоговой полиции министерство столетейный завод призывной участок польша польша моя любимая как я мог тебя вообще пропустить молдавия ну что вы ребята такая у вас тут везде разруха так уже мне не хватает да хорошо это можем можем все пока хватит столько всего не построено столько всего кошмар как я мог допустить упадка такого экономики не понимаю так у нас пока стройка века идет я бы у кого-то купил я бы у кого-то купил пример вот у великобритании я бы предложил ей 18000 золота в обмен на 20000 на 20000 сырья ты ребята что-то вы меня где-то это вы меня на ее будете хорошо 15 тысяч сырья хотя бы за 37 то ты шо нет да хорошо тогда я буду с кем-то более сговорчивым примеру с батавией значит предлагаю тебе золотишко 18 кусков от тебя хочу 15000 еще на такое дорогое 10 тысяч хорошо 8000 на 7000 ну вот так вот так не хватает мне сколько я не строил эти шахты сколько не строил добывающие заводы дерево обрабатывающие еще нифига не могу выйти из кризиса по поводу материалов зато еда нормально что не может не радовать так новое украшение нашего флота готов готов уже так давай перебирайся сюда что у нас тут еще один ход завершаем еще один ход и получается мы сможем забрать наших ребят с египта кинуть туда прованс за ходов шоссе мы их туда перекинем блин опять же то армии тащить что очень невыгодно жалко что нельзя надо побольше грузить войск в один корабль побольше наверно всех сидит и заберем туда прикинем потом египте рекрутируем заново так эти сделаем все здесь значит все готово иди лечиться безвозвратно так все начнут есть значит ты садишься на шлюп и ты садишься на шлюп но на следующем этом 2 по ходу места 2 то есть мы сможем еще ударами посадить ну а тебя братан мы не нуждаемся больше своих так сказать услугах арабскую пехоту значит давайте уланов легкую кавалерию все хватит тебе хватит это так для шашки чтобы махать что здесь у нас призывной участок обязательно обязательно правда стоит кучу денег но ничего мы его обязательно возведем здесь что здание первая аэра литейница военная гавань торговый порт специальные школы маяк давайте все будем строить все будем строить потому что надо подымать ожидает очень большие разборочки очень большие знаете как есть фильм александр на полслова меня прервали потому что велика британия просто наглым образом отхапала королевство сицилий причем мирно мирно отхапала британия меня окружает мне это не нравится ремонт триполи португалия считает 80000 хорошо давайте не вопрос тогда придется в королевстве точнее в папском папском этом для которой захватил надо будет строить войска и готовить их для атаки британии которая захватила прям под боком прям под боком мирно аннексировали у меня территорию мне точно не нравится сапог итальянский номер забрала восьминос не хватает ресурсов ничего потом это то есть появится не хватает ресурсов понятно не хватает ресурсов не хватает ресурсов до ничего у us не хватает бедные несчастные значит вот неаполь и сицилия всех вся херня вся херня ребят это одиночные удары и до свидания вот здесь вот здесь мы будем строить наши карательные армию для того чтобы я построить нам нужно здесь будет подготовить здание что-то строится на ты даст ты уже достраивайся конечно потом мне надо значит казарма обязательно конюшни и литринный цех вот так в такой последовательности так грузим вторых во вторых грузим все-таки шлюп может переразить только одного ладно шуруй вот такой делаем разменчик так ты дошагал уже до сейчас пока потом попозже заберешь завершаем ход завершаем сицилию прям из подноса сицилию забрали ребята это просто удар мерзкий подлый удар со стороны британии и их королевы опять же повторюсь как и прошлом прохождении британия самое сильное оказывается но если играть игроку то за нее самое легче играть потому что она начинается на своих островах и изолирована может себе спокойно развиваться строится в принципе главное контролировать море не все начальная школы в папской области и новый командир желаю и гоню египет господин то есть на что не хватает ребят знаю 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 затеял стройку у века ресурсов не хватает так продвигайтесь вы сюда вы сюда ну хоть отношения с пемонтом уже 64 возможно мы просто мирно заберем тунис еще он нахер никому не нужен и в принципе он у себя ничего не представляет не знаю это такое у нас будет замес британия 5 кровушки нами попьет в принципе можем не захватывать весь мир я не помню просто условия победы по идее я могу только нагнуть сами эти скажите мне могу нагнуть просто империи на этом все кстати кстати если я нагнул британию если нагнуть британию столицу я имею ввиду сразу да то все ее захваченные властя вернуться хозяевам то есть смотрите сколько практически одна третья карты вернется а что у нас в столице самое последнее что-то него гулендерская гвардия то есть уже это херня это херня в принципе давайте наверное поставить такую цель мы построим флот приплывем и вольнем пиздюле британии просто сразу сюда в столицу лупанем короче и особенно всех и все войска которые были собраны не в британии они все будут распущены вот это я коварный просто план капкан значит для этого нам понадобится думаю это 3df6 элитных потому что мы разом смогли выполнить и наверное побольше нужно будет нам фрегатов я хочу попробовать смогу ли я для фрегат посадить в СК потому что чтоб не проебаться можно только шлюху только вставить я же не знаю можно все шикарно шить да но все тогда значит готовим готовим тогда фрегаты на сердце ее ударим самое сердце то есть не будем это долго рассусоливать захватывать все эти лупим сразу в самое сердце все войска которые были наняты не у нее то есть не как сказать нерегулярные войска были наняты на захваченных территориях сразу все распускается то есть это будет большой сильный удар по ней просто огромнейший я бы так сказал просто огромнейший не хватает не хватает я знаю что не хватает да 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 одна нехватка давайте купим он то что ли купим на тебе 15000 золота хотя бы 6000 даже шесть пятьсот тогда шесть 250 вот так не заинтересованы ну то да ладно ладно раз не заинтересованы так тогда насчет у нас планы меняются возвращайтесь обратно и ребята вас ждут дома сюда мы войска уже стянули так дальше размениваем их так тут ясненько тут у нас завершаем пока это будет просто я думаю вам понравится ребят результат сего действия когда мы лопаем британию я так еще принципе не дик никогда не делал то есть я постоянно долго медленно и муторно отхватывал кусок за куском территорию за территорией медленно продвигаясь зачем мы сейчас просто лопаем британию и сможем соответственно уже скажем спокойно чувством такта и расстановки захватить вот эти всем беспонтовые государства которые остались баталия начался в регионе хорошо да господин не хватает не хватает не хватает не хватает ничего не хватает короче я понял я понял что нам ничего не хватает как обычно так сюда сюда фрегат я не знаю не помню поставил строится ли нет не тут же еще строится тут же еще пытаемся кавалерию рекрутировать вот и когда мы уничтожим британию останутся страны не империи после ее распада как бы империи британия и они мы их лимиром анонсируем или просто ну без особых труда захватим и добьем вот то что конечно франции территории освободятся но блин лучше так лучше так тут у франции то территории не особо много не особо много хотя надо будет еще ребят надо будет усилить свои территории потому что если мы сейчас нападем на столицу один ход и не захватим то есть остальные армии британии будут нас бить со всех сторон где наши территории соприкасаются с нынешними территориями британии то есть вот это все будет вот это все вот это вот это ну то есть надо быть готовыми надо быть к этому готовыми поэтому прежде чем бить столицу надо будет укрепиться самому мы думаем это сделаем это не так трудно у нас в принципе войска на наших территориях есть всегда придерживаться в тактике что даже в тылу должны быть какие-то войска для того чтобы для любого развития событий скажем так для нас это не будет неожиданностью вот вопрос удержим ли мы свои территории я не знаю но я думаю что при захвате столицы уже будет не так важно британия он обалдеть сколько фото стянула но главное чтобы она не стянула эти флоты не стянул эти фаты к своей столице к своему острову потому что пока мы не не перебьем флот мы не сможем сделать высадку наших войск это как бы тоже такой момент португалия платит ремонту хорошо прям он с нами не хватает не хватает и не хватает ладно ребятки наверно видео будем на этом заканчивать значит план построен мы готовы практически то есть сейчас мы рекрутируем нормальные войска в столице грузим их на наши как у нас на наши фигаты штук 56 нам надо фигатов наверно штук 56 войск кидаем сюда высаживаемся непосредственно в англии и сразу начинаем долбить как бы королеву ее подданных причинное место ну а все остальные пока буду держать и глухую оборону защищать наши родные земли с вами был россия это был канал роли game онлайн спасибо за просмотр ставьте лайки ставьте дизлайки всем пока и до скорых встреч